Добрый день дорогие друзья сегодня я хотел бы рассказать про ловлю на поверхностные приманки это самая зрелищная самая красивая ловля которая есть в спиннинге так как все поклевки происходят у вас на глазах и вываживание щуки в траве доставляет незабываемое удовольствие ловить мы сегодня будем на приазовских лиманах это сеть мелководных озер полностью заросшие травой как раз в этих местах поверхностные приманки являются номером один а ловим мы сегодня с максимом дубковским в руках у меня классическая поверхностная приманка это поппер джека леска поп грант такой особенностью именно попперов является носовая выемка благодаря которой создается вот этот вот булькающий звук то есть приманка рассчитана полностью под рывковую проводку мы делаем одиночный рывок приманка совершает движение в воде и создает булькающий звук под каждый поппер индивидуально нужно подбирать свой рывок то есть свою силу рывка для того чтобы он сделал именно вот этот классический булькающий звук вот так там типа рывок вот так раз она атакует все классно все красиво теоретически на эту приманку можно поймать много щуки теоретически ну а что показывает практика же делать вот такой рывок и щука вот так раз и все есть хорошая поклевка классическом месте а сход до адреналина просто море наверно самая азартная самая зрелищная рыбалка когда щука вылетает на поппер или на другую поверхностью приманку просто останавливается сердце просто захватывая дух и даже не всегда вовремя вот успевает сделать подсечку да ну вот видимо куда-то неудачно щуки попал крючок она сорвалась ушла в траву сейчас поймаем другую это типичное место для ловли на классические поверхностные приманки в особенности здесь эффективные классические попперы нам нужно максимально долго задерживать приманку в предполагаемом месте стоянки хищника вот мы точно знаем что под границей травы и открытой воды будет стоять щука и поппер в таких местах максимально эффективен после заброса обязательно надо дать паузу чтобы разошлись крыльги вода успокоилась тогда начинаем неспешную проводку одиночными рывками самое главное в поппере это не торопиться то есть мы делаем рывок и даем паузу чтобы приманка успела занять исходное положение вот подтверждение моих слов щука вышла как раз из травки и атаковала наш поппер поппер хорошо поднимает щуку из плотного ковра травы именно своим громким булькающим звуком ну а щуку мы конечно же отпустим при ловле на поверхностные приманки огромным плюсом является то что мы визуально контролируем приманку во время проводки мы видим как она работает как выходит рыба и атакует это помогает нам сделать своевременную подсечку не дав рыбе уйти в траву только что был выход щуки сейчас попробую добрать и а потом хорошая атака я увидел как щука вышла и начала гонять малька сделал туда четкий заброс выждал паузу ну вот щука атаковала в поводок чуть на опережение при ловле на поверхностные приманки такое бывает достаточно часто ничего сейчас мы поймаем другую офигенская поклевка ну а хорошая рыба ну вот это уже такой двудель то уверены давать красиво четкая рыба и главное мы обкидали этот участок уже этом вася несколько проводок сделал и вот скорее всего вот эта тактика она наверно дает свои плоды когда один делает несколько забросов тем самым он рыбу просто выманивает она уже интересуется и следующий заброс он может быть вот приносит вот таких вот рыб офигеть это моя вторая лиманская щука вася очень классный кто молодец шакал молодец шакал молодец бодро резко ушла родимая отдельно хотелось бы остановиться на проводке попера после заброса мы делаем паузу и даем приманки спокойно полежать на поверхности воды после чего кончиком удилища спиннинга делаем легкий рывок 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 должен быть такой силы чтобы попер издал классический булькающий звук рывки стоит совершать одиночные из достаточно долгими паузами приманка должна подолгу задерживаться в перспективном месте что повышает наши со шансы на поимку рыбы есть две основные проводки это классическая проводка одиночными рывками то есть мы совершаем рывок и делаем паузу также можно делать проводку чередой рывков то есть буквально два рывочка то есть первый легкий второй чуть посильнее при этом у нас приманка будет разгоняться и опять совершать вот этот вот булькающий звук щука чаще всего атакуют попперы именно на паузе причем паузы могут достигать 5-6 секунд хорошая поклевка главное не дать ей уйти в траву взяла на поппер по классике буквально 23 вышла щука из травы сделала одну очень красивую атаку то есть она очень уверенно его взяла приманка компактная и она легко оказывается в пасти у щуки сейчас мы рыба очень активная надо дать ей погулять сейчас я возьму есть красотка какая есть ну вот в подтверждение моих слов все мы сделали правильно такое локальное место лежачая трава я поставил поппер сделал медленную проводку одиночными рывками и вот он результат на лицо прекрасная щука красивая очень сильная приманочка джека леска поп грант это один из моих любимых попперов которые я использую постоянно вот такая вот красотка есть эмоций просто куча очень красивая атака я выдержал паузу после атаки убедился что щука проглотила приманку чтоб не делать холостую подсечку после чего подсек ее и началось вываживание все силы отдала на вываживание ай красотка ну давай пока пока лодка поехала в магазин за шакалом а ну а а Продолжение следует...